Мина-сан, коньичи-ва! Вы смотрите канал Татико ТВ. Сегодня мы разберем песню из научно-фантастического аниме, которая называется Кибергород Уэда 808. Песню исполняет Миура Хидеми. Миура Хидеми называется песня Переводится как «возможно люблю», «может быть люблю». Мы будем делать, как всегда, не литературный перевод, а подстрочник. Еще напоминаю, что в группе ВКонтакте есть специальная тема, где вы можете записывать все свои пожелания касательно разбора песен, то есть какую песню вы бы хотели разобрать. Вот эта песня, которая сегодня, заявка была принята очень давно, еще до того, как была создана тема ВКонтакте, и поэтому ее там нет в списке, в этой теме ВКонтакте. Мы разбираем вот эту песню и еще, по-моему, одна песня, если я никого не пропустила, которую нужно разобрать вне очереди, и потом уже мы пойдем по очереди, по списку ВКонтакте. Итак, давайте приступим к разбору нашей сегодняшней песни. Саму песню вы можете прослушать, перейдя по ссылке, которую я оставила в описании ролика. Ну, а мы начнем. Первая строчка первого куплета. Айште-иру камуширенай. Также звучит, как и название песни. Айште-иру камуширенай. Айште-иру – люблю. Камуширенай – возможно. Эту конструкцию тоже уже рассматривали, оставлю ссылку в описании. То есть получается, возможно, может быть, я тебя люблю. Здесь глагол «ходоку» означает «раскрыть», «распустить», «развязать», в данном случае «раскрыть сердце», «открыть сердце». Заглянув, может быть, в свое сердце. Ходой-те-мире-ба. Ходоку – глагол. Ставим его в Т-форму, в дейпричастную форму. Ходой-те получается. И добавляем миру. Это конструкция – темиру. Получается – ходой-те-миру. Темиру конструкция означает «попробовать что-то сделать». Здесь еще темиру, вот это вот ходой-те-миру, который мы образовали, стоит еще и в форме на-ба условной. Получается – ходой-те-миру, ходой-те-мире-ба. То есть дословно, если попробовать открыть, распустить, развязать дословно свое сердце, раскрыть свое сердце. Вообще, вот эти вот две строчки, грамматические, если верно было бы, то тогда они должны поменяться местами. Должно быть так. КОКУРОХО ДОЙ-ТЕ-МИРЕ-БА АИШТЕ-ИРУ КАМУ ШЕРЕНАЙ То есть, когда, если открыть свое сердце, заглянуть в свое сердце, то и, возможно, я тебя люблю. То есть, когда я открыла свое сердце, получается, что я тебя люблю, возможно. Но это песня, и здесь все возможно. И, кстати, в разговорной речи тоже это возможно. Например, когда говорим. Вот мы спросили, сегодня не идешь? И добавляем, как бы, уточнение ГАККУЕ в школу. В разговорной речи тоже такое возможно. Дальше. МАЙО ТЕЙТА КАМУ ШЕРЕНАЙ МАЙО ТЕЙТА КАМУ ШЕРЕНАЙ МАЙОУ глагол означает сомневаться. Не только заблудиться, МИЧИНИ МАЙОУ, но еще и сомневаться. МАЙО ТЕЙТА, глагол МАЙОУ, длительный вид, длительная форма, МАЙО ТЕЙРУ, и в прошедшем времени МАЙО ТЕЙТА. МАЙОУ, МАЙО ТЕЙРУ, МАЙО ТЕЙТА у нас здесь. КАМУ ШЕРЕНАЙ, возможно. То есть, возможно, я сомневалась. ДЖИБУНО КАКУШТА МАМА. ДЖИБУНО КАКУШТА МАМА. КАКУСУ. ДЖИБУНО – это САМА, да? СЕБЯ. КАКУСУ. СКРЫВАТЬ, ПРЯТАТЬ. МАМА. МАМА – это как есть. То есть, получается, что я себя скрывала. Ну, от себя скрывалась, да? Может быть, как-то уходила от своих чувств здесь по контексту. Сомневалась. Вот третья строчка. Возможно, сомневалась. Но заглянув в своё сердце, открыв своё сердце, возможно, я тебя люблю. Вот так вот. Дальше. Начнём с глагола АУ – встречаться. АУ – глагол. Потенциальная форма его. АЕРУ – мочь встречаться. Дальше. Не мочь встречаться. АЕНАЙ. То есть, получается, такая цепочка у нас. АУ – АЕРУ. АЕНАЙ. АЕНАЙ – это не мочь встречаться. А здесь у нас ещё конструкция с НАРУ. Получается АЕНАЙ. АЕНАКУ НАРУ. НАРУ – становиться глагол. То есть, становиться так, что я не смогу тебя видеть. Не могу тебя видеть. Вот это вот НО означает, что… Это субстантиватор. Означает, что НО превращает как бы глагол, да, грамматически, в существительное. И поэтому мы можем здесь уже поставить ГА. Получается, что то, что я не смогу тебя видеть. Не могу тебя… То, что станет так, что я не смогу тебя видеть. Ну, это совсем дословно. КОН НАНИ ЦИРАЙ НАНТЕ. КОН НАНИ – настолько, так. ЦИРАЙ – это мучительный, горький какой-то, тяжёлый. НАНТЕ – это такая эмоциональная такая частица, которая вот в данном случае перевьётся, как же это тяжело, насколько же это тяжело. То, что я… То, что станет так, что я не смогу тебя видеть. То, что мы больше не увидимся. Дальше. ТОКИНИ НАГАСАРЕТЕ. ТОКИ – это время. Дальше. НАГАСАРЕТЕ – глагол НАГАСУ в страдательном залоге. НАГАСУ означает смыть течением, снести, унести. То есть она будет смыта, смытом временем, унесена временем. То есть будучи унесённой временем. МИУСИНАУ МАЙНИ – перед тем, как МАЙНИ, МИУСИНАУ – это потерять кого-то из вида. То есть получается, что будучи унесённой временем, перед тем, как потерять тебя из вида, СНАУ НА КОТОБА ДЕ. СНАУ – вообще это какой-то покорный, податливый, послушный, мягкий, кроткий. Ну, в данном случае, наверное, можно перевести, как какие-то честные слова, открытые. То есть открыть свою душу, открыто, честно сказать. СНАУ НА КОТОБА ДЕ. Ну, то есть честно, да, открыто. АЙО – ЦИТАЕ ТАЙ. АЙ – любовь, ЦИТАЕ ТАЙ – передать. Получается, что будучи унесённой, как бы, временем, да, время меня унесёт, Перед тем, как потеряю тебя из вида, я хочу передать тебе свою любовь, Открыто, да, честно передать тебе свою любовь. Дальше. КИДЗУИТА ИТА КАМУ СЕРИНАЙ. КАМУ СЕРИНАЙ, возможно, может быть. КИДЗУИТА ИТА, КИДЗУКУ КЛАКОЛ, ЗАМЕЧАТЬ, КИДЗУИТА ИТА, то есть, возможно, ты замечал. ХИТОМИО МИЦУМЕТА ТОКИНИ, ТОКИНИ, КАГДА, ХИТОМИО МИЦУМЕТА. ХИТОМИ – это как зрачок может переводиться, как глаз, как глаза, как взгляд. МИЦУМЕРУ – это всматриваться, уставиться, то есть, когда всматривались, или всматривалась я, здесь непонятно, да, когда всматривалась в глаза, в твой взгляд, может быть. ХИКАРИНИ – ЦЦУМАРЕ. ЦЦУМАРЕ – РУ означает вообще обернуть, укутать, окутать. И опять-таки здесь у нас страдательный залог. Быть окутанным, может быть, залитым, да, светом. ХИКАРИ – это свет, лучи, сияние какое-то. ЦЦУМАРЕ – почему? Вообще, ЦЦУМУ – глагол в страдательном залоге будет ЦЦУМАРЕРУ. Но здесь ЦЦУМАРЕ – как срединная форма. ЦЦУМАРЕ. Дальше. ХТАРИВА – ХИТОЦУНИ НАРУ. ХТАРИВА – ДВОЕ ХИТОЦУНИ НАРУ. Становятся одним, единым целым. Дальше. ДАРЕКО О АЙСТЕ – ДАРЕКО – это кто-то, то есть кого-то, любя. ХАДЖИМЕТЕ КИДЗУЙТА – ХАДЖИМЕТЕ – впервые, КИДЗУЙТА – заметила. НАНИМО – ОСОРЕДЗУНИ НАНИМО – НИЧЕГО ОСОРЕДЗУНИ – это такая тоже депричастная форма. ОСОРЕРУ – глагол – бояться чего-то. ОСОРЕДЗУНИ – не боясь, ничего не боясь в данном случае. Или ещё примеры, например, ТАБЕРУ – ТАБЕДЗУНИ. Это глагол второго спряжения у нас был. ТАБЕРУ – ТАБЕДЗУНИ. Дальше. КАУ, например, глагол. К первой основе глаголов первого спряжения добавляем ДЗУНИ. КАВА – ДЗУНИ. ЙОМА – ДЗУНИ. Ну, это так, кратенько, да, возможно, следует потом как-то разобраться в этой грамматике. Ну, здесь получается, не боясь ничего. ЮМЕО САГА СИТАЙ – ХАЧУ. Ну, искать мечты дословно, возможно, идти за мечтами своими. Дальше. АНАТАО ШИНДЖИТЕ – ШИНДЖИРУ – глагол верить, доверять, то есть веря в тебя, доверяя тебе. АНАТАО ШИНДЖИТЕ – КОКОРО ХИРАЙТЕ – Открыв сердце. ХИРАКУ – глагол открывать. АНАТАО МОТОМЕТЕ – МОТОМЕРУ – глагол означает требовать, да, там, хотеть чего-то. Да, здесь можно перевести как искать тоже, да, может быть, МОТОМЕРУ. Здесь, может быть, в погоне за тобой можно перевести, то есть за тобой. АРУКЕ ЦЦУКЕТАЙ – ХОЧУ ПРОДОЛЖАТЬ ИТТИ. АРУКЕ ЦЦУКЕРУ – Продолжать идти. АРУКЕ ЦЦУКЕТАЙ – Желательное наклонение – ХОЧУ ПРОДОЛЖАТЬ ИТИ. За тобой, в погоне за тобой, как бы в поисках тебя, возможно. На этом все сегодня. Это были все слова этой песни. Весь текст мы разобрали, там просто чуть-чуть повторяться будет еще дальше. Вообще песни, конечно, такой спорный момент. Даже японцы мне говорили, что лучше по песням не учить японский. Использовать, конечно, можно как дополнительный материал. Но, возможно, да, грамматика здесь иногда непонятна, тут переставлено, в песнях все допускается, все возможно, кто кому что говорит, что к чему относится. Бывает такое непонятно, но все-таки по своему собственному опыту я хочу сказать, что слова какие-то вспоминаются. То есть запоминается какая-то лексика, какие-то отдельные фразы, возможно, конструкции. Если вы разбираете песню и знаете прекрасно перевод, что к чему относится, не просто литературный, а вот как мы сегодня делаем подстрочник, и вы знаете, откуда растут ноги, как говорится. Поэтому что-то вот где-то даже вспоминается в нужных ситуациях. Полезно это, однозначно. В любом случае, в общем, все, что касается языка, полезно слушать, читать, писать, смотреть. Вот, поэтому и песни тоже. Может быть, где-то сложновато в плане грамматики понять, что к чему и в плане смысла. Но то, что лексика запоминается, какие-то фразы, может быть, отдельные, то это 100%. Спасибо за просмотр. Будем и дальше разбирать песни, чередуя ролики с разбором песен, с чтением, с грамматикой. Ну, в общем, все как обычно. С вами была я, Тачико. Подписывайтесь на канал Тачико ТВ. Будем учить японский вместе. Же cousin. Же турнира Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова